Здравствуйте, Сергей Иванович. Добрый день. Итак, вот вы стали главой Минстроя совсем недавно, да, полтора месяца прошло. Когда вы заступали на этот пост, вы же понимали, что разбирательство со стройкой в Шира будет очень сложным вопросом? Ну, естественно, потому что работая на прежнем рабочем месте, то есть я все равно сталкивался непосредственно с проблемой и с вопросами восстановления жилья в республике Хакаси. У нас были закреплены ответственные территории, соответственно, ну, я наблюдал с интересом и пониманием, то есть где у нас уже все хорошо, а где у нас есть еще проблемы. И когда возникло это событие, то есть было понятно, что этим придется тоже заниматься. А насколько принципиально было для вас разобраться вот с этим таким наболевшим вопросом, да, очень сложным, где должны разбираться следствия, суды и так далее, вот с долгами перед строителями? Вы правильно сформулировали, что по большому счету, то есть все взаимоотношения между генеральным подрядчиком, субподрядными организациями, потому что на сегодня мы понимаем, дома-то уже стоят, а вот есть вопросы неуреуглированных взаимоотношений между организациями. На самом деле все должно решаться в правом поле. Я вас полностью, как бы, вот здесь ваш вопрос, ну, поддерживаю. Но так как случилось, ну, то, что мы имеем, что у многих не были должным образом оформлены договорные взаимоотношения, не были оформлены акты выполненных работ даже при наличии договорных взаимоотношений, и где организации не воспользовались своим правом на основании договоров, выполненных работ, актов, то есть обратиться в судебные инстанции, то есть где-то это уже в МВД, потому что не были трудовые взаимоотношения именно с работниками. Но они это право свое не использовали, к сожалению, и получилось таким образом, что ряд претензий и много стали возникать к нам, как к Минструю, как к правительству Республики Хакасия. Исходя из этого, на самом деле, это принципиально теперь разобраться, потому что, ну, неприятно, и это и неправильно, чтобы за некоторые моменты, то есть внутренние взаимоотношения между организациями, чтобы полностью отвечало правительство. Правительство же там держало всю эту президентскую стройку под своим контролем. Там было и представители главы Хакасии, там полностью очень многие члены правительства все время находились. Естественно, то есть стройка была масштабная, велась в режиме чрезвычайной ситуации. Одномоментно строилось более тысячи домов по две трети территории Республики Хакасия. Это было непросто, и совершенно верно мы ответили, и решение главы, наверное, было правильное, что помимо Минстроя непосредственно, как заказчика, то есть, ну, управления капитальным средством, как заказчика данных работ, в этом принимали участие все и министерства, и ведомства Республики Хакасия, которые помогали наладить контакт, контроль, взаимодействие между разными службами, муниципального уровня, генеральным подрядчиком, субподрядными организациями. Где-то это прошло хорошо и на ура, а где-то, вот, к сожалению, то есть ряд организаций не справились с взятыми на себя обязательствами. Ну, причин, наверное, может быть несколько, где-то отсутствие, может быть, опыта, где-то отсутствие, скажем так, финансовой возможности, технических моментов. Ну, в частности, например, что получилось Пашара, то есть, в общем-то, по остальным территориям ситуация нормальная. Но в то же время и Пашара мы видим, то есть дома есть, люди живут. Есть ряд вопросов, как мы уже, вот, повторюсь, где-то недоделки, где-то брак. Но эти моменты устранимы. Когда пошел вал вопросов именно к правительству, да, Республике Хакасия, что где денежные средства, почему они не дошли до людей, вот потому и принципиально. Потому что, когда мы вникли уже во взаиморасчеты, после заведенного уголовного дела на руководителей и ряд сотрудников генерального подрядчика Пашара, Черногорский отдел строй, были изъяты документы, то есть, следственными органами. Мы добились того, что, ну, получили доступ, то есть, это и представители рабочей группы, в которую входили представители подрядных организаций работников, это и представители управления капитального строительства. И когда мы посмотрели на финансовые потоки, то есть, банковские выписки движения денежных средств, было там четко понятно, что федеральные средства, предназначенные для строительства домов, были направлены к генеральному подрядчику в полном объеме. Другое дело, как они разошлись, потом, когда мы пошли дальше, глубже уже, во взаимоотношения между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями, ну, в общем-то, стало явным, что часть денежных средств некоторым субподрядным организациям были переплачены. Ну, простой пример. Организация взяла на себя обязательства, например, для строительства 60 домов, условно скажем. Получила, соответственно, аванс. Но в процессе строительства, через месяц-два, то есть, поняла, что они справляются со своими взятыми на себя обязательствами, с ними были договоры расторгнуты, поставлены другое туда, например, подрядная организация. Но денежные средства с выданных авансов были назад не взысканы. И на сегодняшний день, когда мы уже подходим ближе к концу, организована работа по взаимной сверке денежных претензий между генподрядчиком и субподрядными организациями. Баланс на первую прикидку получается, что порядка 50 миллионов рублей из этих сумм должен генеральный подрядчик взыскать в пользу себя, а порядка 25 миллионов, ну, я округленно говорю, должны другим субподрядчикам. Вот он этот баланс. И когда представители задают вопросы, почему нам не оплачено, то мы там 5 месяцев без зарплаты. Вот я на рабочей группе простой вопрос задавал. Ну, из логики. Вам месяц не заплатили, два. Почему дальше работать? Ну, не рабы же, правильно? То есть, как бы свои права надо было бы отстаивать, да? То есть, оформляться. То есть, вот проблема в этом. И сколько же времени, вы думаете, еще будете работать? Ну, я надеюсь, что мы потихоньку подходим к завершению. То есть, по крайней мере, по 10 организациям. Вот у нас есть реестр определенный, где организации свои, ну, вот в рабочую группу подавали документы для того, чтобы навести порядок в цифрах. Надеюсь, что в скором времени вопрос этот будет разрешен. Но, опять же, повторюсь, то есть, он может разрешен только законным способом. То есть, когда есть цифры, это, ну, судебный порядок. Очень коротко. То есть, все-таки деньги удается найти? Ну, деньги удается найти на бумаге. То есть, они не пропали, это, ну, условно. То есть, они не дошли до кого-то. Ну, сейчас, в Ширада, наиболее проблемном селе, началась работа по устранению недодела, как только вот закончилась зима. Что еще нужно сделать, да? Над чем вы еще будете работать именно и в других пострадавших территориях? Ну, согласен. То есть, больший масштаб, наверное, проблемы есть по Шира. Не скажу, что в других населенных пунктах нет проблем. То есть, они возникают, они выявляются. Представители подрядных организаций реагируют. Управление капитального строительства это контролирует. Очень реагируем активно на обращения граждан. Смело заверю, что не все бывают обращения объективными. То есть, иногда бывают вопросы, ну, эксплуатации. Ну, условно, побежала подмотка там в кране. То есть, сразу звонят. То есть, на каждого этого не набегаешься. Здесь хотелось бы обратиться и гражданам. То есть, если есть эксплуатационные моменты, то их надо закрывать, конечно, самим. То есть, это все просто. По основным проблемам, ну, в общем-то, основная проблема по Шира было, это конденсат. И не только, кстати, у них. Ну, капало с потолков, то есть, от намокания стен, там, углов и так далее. Две причины. Первая, наверное, это все-таки конденсат, потому что там не были слуховые окна предусмотрены, сделаны, ну, не доработали, в общем. Второе. Выявлены факты, что в период дождей осенних был утеплитель немножко намоченный, соответственно, он потом, ну, дальше начал намокать. И третье, ну, все-таки дома строились быстро. Все равно есть в строительстве определенный технологический период, когда, то есть, любой, то есть, мокрый процесс, они должны просыхать. Но мы вошли в зиму, зима была суровая, на улице отрицательные температуры, внутри плюсовые, повышенная влажность. В течение летнего периода сегодняшнего, ну, то есть, уже года эксплуатации дома, я думаю, эти проблемы многие сами с собой уйдут. То есть, это объективная причина, то есть, это все знают. То есть, кто строили дома, знают, когда дом выходит на сдачу, особенно под зиму, то есть, постоянно бывает, что на окнах есть налить, куржак, потому что штукатурка, все это, как бы, оно дышит и отдает влагу в помещение. А что касается строительства инфраструктуры, что осталось сделать? Кстати, по цифрам, если понять, то есть, большие средства были затрачены, на инфраструктуру было затрачено только порядка 200 миллионов рублей. Ну, то есть, это водопроводы в основном. Не все работы выполнены были в прошлом году, но ввиду, потому что уже вышли в зиму, то есть, земляные работы было невозможно делать. Но при этом, то есть, основные работы сделаны, вода имелась везде, но по условиям, по проектным решениям есть мероприятия, которые необходимо сделать. Порядка 39 миллионов рублей у нас осталось неосвоенным по прошлому году. Денежные средства были возвращены в федеральный центр, то есть, федеральный бюджет, но по итогам 2016 года, то есть, они были направлены нам сюда на доделку этих проектных решений. У нас работы предполагаются в Черногорске, в Шира, в Усть-Абаканском районе, в Орджоникидзевском районе, это Кагаева-Кожухова и Алтайский район Краснополя. Где-то это благоустроительные работы, ну, то есть, проведение территорий, где-то это по необходимой работе для пожарного оборудования, пожаротушения и так далее, то есть, водоподъемы, то есть, по Кагаева и Кожухова это водонапорная башня там привезти. То есть, они все работают, эти работы будут до конца августа в полном объеме исполнены. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. До свидания.